Приветствую вас. По ощущениям, вот как это видится мне, с точки зрения как раз вашего вопроса, ребёнок просто-напросто потерял веру в себя, просто потерял веру в себя, в свои силы, в свои возможности. Ребёнок просто не верит в то, что у него может что-то получиться, вот. Ребёнок не верит в то, что он что-то может сделать вообще. Да, ребёнок, он, как бы, такое ощущение, что он просто не верит в то, что может что-то хорошее получиться, не верит в свои силы, есть ощущение, что ему просто не дают такой возможности, возможности, ну, как-то себя проявлять. Вот, такое ощущение, что просто ребёнок привык к тому, что его постоянно, ну, как-то вот все указывают, что делать. Вот, такое у меня родненькое ощущение, что ему указывают постоянно, что делать, вот, а он сам, ну, по сути, ни на что не влияет, вот. Что, конечно, приводит к тому, что человек, вот, ну, выглядит, этот человек чувствует себя вот таким, по сути, по сути, ни на что не способным. Вот, то есть я здесь не утверждаю наверняка, да, я не утверждаю наверняка вот того, о чём говорю, но видится мне ситуация такой. Вот, то есть, ну, ребёнку желательно дать больше свободы, ребёнка желательно, наверное, меньше контролировать, меньше ограничивать физически, а при этом более эмоционально и более чувствительно реагировать на него, чтобы ребёнок понимал, зачем и для чего вы хотите, чтобы он что-то делал. Потому что просто мотивация «надо учиться», она, знаете, ну, она не особо мотивирует как-то, да, она не особо стимулирует. Вот, ребёнок, возможно, не верит в то, что вы просто вот ходите для него самого лучшего. Вот, и судя по реакции её, он, ребёнок, я имею в виду, судя по реакции, он привык к тому, что делать, ну, вообще делать ничего не надо. До тех пор, пока вот не накричат, если на себя ребёнок полагаться не привык. Своей ответственности за свои действия ребёнок нести тоже не привык. Я вас сейчас не обвиняю, да, то есть у меня нет какой-то вот цели вас обвинить, ну, вообще. У меня нет какого-то желания вас обвинять. Вот, просто речь идёт, именно речь идёт вот именно о том, ну, насколько возможно, насколько возможно для ребёнка, вот делать то, что, условно говоря, вы от него хотите. Вот, насколько он понимает, что это важно, насколько он находится с вами в контакте. Вот, у меня такое ощущение, что ваши отношения, они базируются вот исключительно на, знаете, ну, на, так скажем, сопочинённых отношениях. Вот. Такое, вот такое у меня возникло вот впечатление. И я не думаю, что это очень хороший знак для вас, я не думаю, что это очень, ну, хорошее подспорье для вас, вот, честно говоря. Так что, вот тут такой момент можно озвучить вам. И, соответственно, рекомендовать здесь можно в первую очередь исследовать, возможно, отношения между вами и семьёй, да? То есть, ну, вот отношения именно в семье, как бы, потому что девочка является отношением тех процессов, которые, вот, происходят в семье, ну, вообще, да? Тех процессов, которые происходят, которые могут произойти в семье. Она отражение от того, что, возможно, никто не делает вашей семье того, что он хочет, а все делают в основном только то, что надо. Вот. Опять же, я в этом не уверен. Вот. Да, я не могу с уверенностью сказать, что это так. Но, есть основания с точки зрения, вот, профессиональной психотерапии, полагаться именно это. Именно это. Есть основания полагаться. Вот. Такой ответ я вам могу дать. Вот. Такой момент я могу вам озвучить. Ну, так я могу вам ответить. Вот. Понимаю, что вам, возможно, не будет приятно слышать то, что я говорю. Прекрасно это понимаю. Вот. Но мне, думается, что лучше будет, если вы услышите какие-то, может быть, неприятные вещи, но что-то с ними будете делать потом, нежели чем будете продолжать жить в иллюзиях. Допустим, ну, так вот, как вы живете сейчас. На мой взгляд, это гораздо хуже. Вот. Значит, что можно порекомендовать? Да, отказываться от ограничений, по крайней мере, физических каких-либо. Большая ориентация, большая ориентация на взаимодействие. То есть, ну, надо чувствовать, если вам что-то не нравится, то если вас там, к примеру, ну, допустим, что-то расстраивает, да, вот если, ну, просто, если вас расстраивает, то об этом имеет смысл говорить открыто, об этом имеет смысл открыто разговаривать. Вот. Поверьте, ребенку очень важно, ну, состояние его родителей, то есть, она знает, что вы, допустим, ну, не совсем, скажем так, спокойны. Вот. И если она будет это знать, если она будет знать, что вы неспокойны, что вы расстроены, скорее всего, ее поведение изменит. То есть, она будет понимать, что, что ее действия ведут к тому, что другие, ну, что близкие люди расстраиваются. То есть, вы не будете ответы, что вы близкие люди. Вот. Сейчас, сейчас, вот, то, что происходит, это скорее ее твердая уверенность в том, что все хорошо, ее твердая уверенность в том, что все здорово, ее твердая уверенность в том, что что если, если будет что-то не так, то она об этом узнает благодаря вам, то есть она узнает благодаря вашей реакции, ну, вот, на то, как вы воспринимаете действие, то есть если вы ругаетесь, если вы настаиваете, значит, ну это можно и нужно делать, если вы не ругаетесь, если вы не настаиваете, ну, значит, это делать не нужно, понимаете, То есть это, по факту, это такая вот подмена, подмена происходит понятий, вот, и это не очень, не очень хорошо для ребёнка в целом, это не очень хорошо для ребёнка, потому что ответственности человек, ну, в таком случае не учиться, ни коим образом, вот, вот так, на мой взгляд, можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте над собой, то это идеально, конечно, чтобы и ребёнок обратился к детскому психологу, хорошему детскому психологу, который именно поработал бы с ним, с ней, точнее, может быть, в формате игротерапии, может быть, в формате лечебной беседы, то есть это неоднократные встречи. И идеально, чтобы вы тоже воспользовались помощью психотерапевта для того, чтобы несколько лучше исследовать свои собственные чувства, свои собственные эмоции и иметь возможность выражать их своему ребёнку, и себе, и своему ребёнку. Ну вот, я думаю, так можно вам ответить, рассмотреть вариант, да, то есть, как бы, ребёнку лучше ответить, лучше научную встречу записать к психотерапевту, а вам можно, в принципе, воспользоваться услугами онлайн, я не думаю, что это будет сложно, ну, это будет сложно. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, буду рад помочь, пишите в личку, если вам понравился, понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.